Еще раз добрый день всем, начинаем мы эту партию со второго матча, извините, на первое не поставилась запись, в первом матче у нас Страйвкро проиграл Зоолоку своим друидом, и вот мы сейчас врываемся на вторую партию, еще раз прошу прощения, но ничего не поделаешь, запись сорвалась, Хотя, сейчас посмотрю, может быть она и есть, а кстати, да, возможно и будет, да, на ютубе она будет, подписывайтесь на наш канал Ну что, не отходит от своего друида Страйвкро, считает, что им сейчас нужно продолжать Против него Паладин, как я понимаю, это наверное будет Мид Рейндж или Мурлок Паладин Ну Лотхиба и Лорницу точно нужно заменить в этой ситуации, а вот насчет двух теней, может быть есть смысл оставить обе тени Может быть Вообще, посчитал, что тени здесь не нужны У нас Страйвкро И вот такая рука у него попалась Не знаю, может быть все-таки одну тень стоило оставить Ну, видимо Страйвкро подумал иначе Так Ну что, Мурлока Паладин, сильная очень колода сейчас в турнирной мете Ничего не сказать Действительно очень мощная Посмотрим, как с ней справится друид Друиду, в принципе, это под силу Но с таким заходом До сих пор я, если честно, недоумеваю немножко, почему Почему у нас решил Страйвкро замулиганить тень Действительно не понимаю Было две тени, их можно было обеих оставить Но решил он заменить все-таки одну Да, Мурлока в любом случае нужно убивать, даже потратив монетку Потому что есть возможность, что сейчас выйдут другие Мурлоки Насколько вы понимаете, они все имеют синергию с Мурлоком-полководцем И это было бы уже очень неприятно Да, у Мурлока Пала здесь неплохой заход Есть ранние карты, есть ранняя агрессия У друида пока все не критично Пока есть карты, пока есть чем играть Конечно, неприятно видеть призы в бой после свайпа Но что поделать Вот он рвейт, неплохая карта сейчас Под такое количество карт в руке с Трайвкро Играет он по мани кипера В принципе, здесь другого хода, наверное, и не было Разыгрывать энервейт ради пятого дропа Слабовато это смотрится, очень даже слабовато Ну Что, как я понимаю Да, просто здесь пропустят ход у нас Скором Даже не разыгрывает еще один приз в бой Ну, побаивается второго свайпа Ну, не знаю, есть ли в этом смысл Так как Все-таки нужно и темп набирать у нас друиду Ну да ладно Не разыграл, так не разыграл Видимо, посчитал, что это не самое нужное Здесь Игра по темпу Ну что, здесь действительно есть над чем задуматься С Трайвкро, есть у него Сразу три варианта розыгрыша Или разыграть лорницу И добрать карт Или же сыграть пятый дроп Или лодхива, или друида когтя в таунте Приходит неплохой лазурный дракон Можно будет его разыграть С разбафнутыми корнями На три урона На шестой мане Уже тратит и квалити Интересно Интересно, действительно интересно Не хочет он оставлять живых на лорницу Приятная рука сейчас У урлок паладина Есть второе квалити Есть пиромант в руке То есть это полная зачистка У С Трайвкро В колоде друида Не так много Предсмертных рифов Поэтому будет полное очищение Стола А это всегда очень и очень приятно Ну что, друиды когтя Интересно Друиды когтя, наверное И в догонку саплингов Да, разыгрывает у нас Друида и саплингов Рутся здесь смотрится Вполне неплохо Не думаю, что сейчас Прямо первостепенной задачей Для Мурлок паладина Будет убийство этих Маленьких существ Но хотя Было бы в него в руке освещение Можно было бы и потратить Пироманта Да нет, даже каста Под этого все нету Но может быть и есть Смысл сейчас просто Разыграть Бума И на этом Успокоиться Бум смотрится Довольно-таки мощно Против друида На седьмой ману Единственная проблема В том, что Саплинги неплохо Разобьют Бомбы Но на Бума Ответа нет Решает он разыграть Мурлока Интересный ход Довольно-таки Просто, как я понимаю Нас спамят Нет, разбивается Да Вот так он хочет Избавиться от Друида Причем Старатил Еще и Ну не знаю В принципе В принципе Ход Достойный Но почему не Бум Бум бы здесь Сгенерировал Намного больше Агрессии И темп был бы Вполне мощный Может быть боялся Быстрого БГХ Тогда бы Появились Проблемы Ну Скажем так Страйв Кроу Захватил бы темп Вот так и так Он за ним Поэтому я не знаю Чего он здесь Так активно боялся Ну что Гнев на добор Посмотрим Задумался Страйв Кроу В принципе Есть на чем Задуматься И Даже не добирает Карты Просто Все в лицо Понимает Что уже Нужен урон Уже Нужно выходить В Комбо Паладин Этого комбо Боится Безумно Сильно Поэтому Друид Является Неплохим Матчапом Именно Против Бурлок Паладина Потому что Всегда нужно Бояться Этого комбо Захиливаться По максимуму Но Когда ты Играешь В таком Сильном И быстром Темпе Когда тебе Необходимо Держать Своей жизни Скажем так Больше 14 ХП То Темп Ты рано или поздно Проиграешь Как случилось Здесь Вот На 9 мана У друида Подходит И Спасает Только Супер Комбо Прекрасно Оно здесь Смотрится С пирамантом Страйв Кро Немного Расстроен Макает он Головой Ну что Два Крошера Два Крошера Это уже Практически Летал Если их Не разбивать Теперь Нужно Подумать У нас Мурлок Паладину Как лучше Избавиться От этих Двух Крошеров Может быть Мурлок Может быть Под контролем С помощью Трусильвера Ну что Пирамант И Ну да И освещение Что делать В принципе Смотрится Неплохо Смотрим Что выпадет Из крошеров Да Не самые Приятные Ребята Четыре Атаки Которые Сейчас Очень Сложно Зачистить И Бить Существующие Тремя Единственными Атаками Тоже Неприятно Действительно Неприятно Но Видимо Придется Да Не зашло Немножко Ну что Здесь По мане Смотрится Неплохо Разыграть Буйный рост Посмотреть Что дропнется И разыграть Сильвану С силой героя Если Ничего Не придет Хорошего Стопдека Ну смотрим На этот Топдек Второй Севердж Рор Как я Помню Был Суверен Один Энервейд Можно Подождать И второй На вид Карт 10 Осталось Сейчас У друида В принципе Есть шанс Словить Еще Один Чтобы Разыграть Комбо Под Думя Севердж Рорами Ну вот Проблема В том Что Действительно Мало Мурлоков Умерло В этом Матче Один Маленький Мурлок 2-1 И Один Мурлок Полководец И Это Конечно Немного Неприятно Потому что Сейчас Мурголовратность Не даст Нужное Количество Урона Напомню Если Мурголовратность Выходит Под Всех Мурлоков Если Все Мурлоки Умрут За матч То Это Будет 22 Урона Как раз Сколько Сейчас У друида Но Умерло Далеко Не Столько Ну что Как я Понимаю С Сильваной Не Справиться И Нужно А нет Действительно Разбафанный Мурлок Будет прекрасно Если он Украдет Конечно Думсейра Да И он Крадет Страйв Кросс Сейчас Должен Быть Опечален Ох Ну что Действительно Можно будет Разыграть Anything Can Happen На следующий Ход у нас Мурлок Паладину И тогда Там Будет Очень Очень Много Урона Так Ну Действительно У друида Сейчас Небольшие Проблемки Если он Сейчас Разыграет Тень Силу Героя Ударит В лицо То Ему Будет В принципе Хватать Налетал На следующий Ход Единственное О чем Можно Сейчас Крепко Задуматься Это Играть Ли БГХ Вслед за Тенью В принципе БГХ Здесь Смотрится Неплохо Уже Страйв Кро Понимает Что Это Одни Из Самых Последних Ходов В принципе БГХ Здесь Уже Не Пригодится То есть Даже Если Видит Бум То Игра Тут Заканчивается И Уже Контролить Ничего Не Нужно Ну что Здесь Нужно Обязательно Чистить БГХ Нужно Разыграть Мургловратность Там Не Будет Нужного Количества Урона Долетала Почистит Он У нас БГХ Но На Следующий Ход Будет Летал Ну что Сравнивает Счет У нас Друид Все Таки Со Второй Попытки У него Получается Одолеть У нас Эскарома Так Была Где Нибудь Сетка Чтобы Посмотреть Какие Игроки Еще Прошли Да Страйв кров У нас На Друге Играет Так Сейчас Напишем Твиттер Ну да Все заканчивается В принципе Как мы и предполагали Но Скоро Этому Придет Конец Буквально Еще Четыре Дня И Друид Никогда Уже Не сможет Разыгрывать Такие Комбо Потому Что Будет Полный Нерв Так Твитнем Игры здесь Начинаются Довольно Таки Быстро Одна Минута Буквально И мы Ворвемся На Следующую Партию Так Твиттер 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 Ну что Фризмак Фризмак Против Мурлок Паладина Ох Интересный Матч В принципе У Мурлок Паладина Есть шансы Победить И Довольно Таки Неплохие Я бы сказал Что для него Это даже Слегка Плюсовый Матчап Из-за Огромного Количества Хила Который Может Зайти После Алекстразы В принципе Во всей Партии Может Все Получиться Довольно Таки Неплохо Но У Фриза Также Может Зайти Особенно Если Тяжелый Фриз И он Наберет С Антонидоса Довольно Таки Много Карт Посмотрим Какой Здесь Устрев Кро У нас Фриз Ну вот Играется Уже Один Факел Так что Скорее Всего Это Новый Фриз Где Играются Два Факела Антонидос Является Уже Слишком Тяжелой Картой Для Такого Нового Образца Фриза Так Так Прошу Прощения Стараюсь Во всем Соцсети Написать Что Начался Анок Просто Прекрасная Кстати Рука Сейчас О Фриза Действительно Великолепная Только Посмотрите Два Безумных Ученых Да И Ранней Агрессии От Мурлок Паладина Сведена На Нет Не Скажем Так Какого-то Лишнего Урона В лицо Фриза Это Тоже Довольно Таки Важно Ну Что Нужно Наверное Разыграть Здесь Акалита Поманы Смотрится Очень Неплохо Айс Блок У нас Уже Висит Хорошо Если Сейчас Не зайдет Второй Айс Барьер В руку И Второй Ученый Тоже Сможет Дать Велью Ну Разумеется Здесь Будет Пинг Вакалита И Вопрос Лишь В том Выпускать Или не Выпускать Ученого Насмерть Ну В принципе Есть Пятая Мана И по Пятой Мане В принципе Неплохо Будет Смотреть Ученый Так что Наверное Здесь Действительно Хорошая Игра Была Не Выпустить Прямо Сейчас Да Довольно Дешевый Добор У Борта Паладина Всего За Две Маны Так Ну Наконец Так я Закончил Все Эти Приготовления Да Действительно Ученый И Всего лишь Пинг Пинг Потому что Сейчас Разыгрывать Нечего Второй Айс Барья Разумеется Разыгрывать Сейчас Нельзя Вот и Мурлок А Еще Решает Зачем То Ну Видимо Просто Разыграть В темп В темп В темп Набрать Сейчас Хоть Каких То Существ Чтобы Нанести Как Можно Больше Урона Но В принципе Для Мурлок Паладина Сейчас Приоритетная Задача Нужно Найти Всех 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 Своих Мурлоков И отправить Их На убой Всеми Возможными Способами Чтобы Потом Комбо Ударило По Максимуму Точнее Мургловратность Ох Ну В принципе Можно Даже Нужно Скорее Всего Отдать У нас Ученого Чтобы Он Вытащил Секрет И просто Потратить Факел Для того Чтобы Он Уже Загоревшийся Лежал В колоде Интересно Не тратит Ученого Видимо Считает Что Зачем Ему Может пригодиться Токен Токен 1-2 2-2 Есть Разбивает 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 У нас Барьер И Сейчас Сейчас Очень Очень Тяжело Будет Пробить Убить Убить Этих Мелких Существ Да Вот Они Два Их Нужно Срочно Будет Выставить И Желательно Еще Чтобы Фриз Захотел Их Убить Как Можно Раньше Уже Девятая Мана Я думаю Паладин Уже Побаивается Ну Фриза Пока Нет Нужных Карт Желательно Чтобы Сейчас Зашла Экстраза Или Еще Какие Нюки Да Вот Они Два Мурлока Выбегают Довольно Таки Страшно Их Нужно Принять Нужно Как-то Избавиться Ага И Мастер В батл Ну Если Он Взял Еще Призыв Бой То Уже Можно Потратить И Фрост Нового С Думсейром В принципе Это Смотрится Неплохо Действительно Довольно Неплохо Ну Посмотрим Как Сыграет У нас Страйф Кро Тури Сан И Фрост Нового Как я Понимаю Да Это Был Один Вторых Вариантов Таких В принципе Думсейр Не Очень Здесь Будет Смотреться Но В любом Случае Удешевленный Близзард И Думсейр Сохраняют Эту комбо На следующий Ход Так что Все Пока Нормально Затягивает Немножко Фриз Эту Партию Это Только Ему На руку Это Все Что Ему Нужно Есть У него Второй АС Блок И Сейчас Вопрос Лишь в том Будет ли Убивать У нас Таурисана С помощью Да Делает Равенство Делает Освещение Только Ради Того Чтобы Убить Таурисана Не Хочет У нас Смурлок Паладин Чтобы Стоял Таурисан Долго Плюс Добор Заходит Чуть Подешевле Такая Игра Теперь Близзард Не без Думсейра Можно Сыграть Вторая Фрус Снова И вот Уже Есть Огненный Шар Все равно Урона Слишком Мало В руке Даже Очень Мало Я Насчитал Пока 19 Хорошо Если бы Сейчас Топдекнулась Эликстраза В принципе Игру Было бы Полегче Заканчивать Потому что Как я уже говорил В начале Этой партии Слишком много Хила У Мурлок Паладина И Он может Легко Восстанавливать Все Повреждения А Количество Урона Вот в этом Новом Фризе Очень Ограничено Опять же Повторюсь Нет Антонидаса И не с чего Добирать Шары Разыгрывает Думсера Первого Не хочет Тратить Пока Близзард Ну что Второй Квалитик Я понимаю Ну а почему бы И нет Собственно Что Что уже Его здесь Копить Экономить Пока Есть хоть Какой-то Стол В принципе Можно Его и Отдать Выходит Еще Лут Хордер Только Роди Того Чтобы Он Умер И Добрал Карту Еще Одну Паладин Так 19 Еще Плюс 4 Уже 23 Все Равно Это Пока Очень Очень Мало Как я Понимаю Здесь Будет Близзард И Пропуск Хода У Страйк Кро В принципе Нет Больше Хороших Вариантов Не может Он Сейчас Запускать Все Это В Лицо Слишком Это Смотрится Слабо Обычный Отхил И Все Напрасно Да Сложный Темпомага Здесь Выигрывать В Матчапе Против Паладина Единственное Единственное Вот Был момент В середине Партии Когда у нас Скором Разыграл Хилл Бота Просто Для того Чтобы было Было Существо На столе Ради Темпа Потратил Он 8 Единиц Хила Ну Как-то Вот этот Момент Меня Смутил Не боится У нас Страйф Кро Получить Лишние 8 Урона Которые Есть На столе Понимает Что Близзард Сейчас Просто Очень И Очень Важен Вот Заходит Еще Один Хилл Бот И Собственно Очень Много Хила Очень Много Как Это Будет Пробивать Страйф Кро Непонятно Вот так Play of Hands Просто На добор Еще Один Второй Хилл Уже Есть Две Мурглавратности Ну Кстати Меня Немножко Удивляет На то Что Так Легко Тратят Хиллы У нас С 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 Действительно Может Сейчас Начать Бить Все В Лицо Ведь Мурглавратность Сейчас Разыграть Будет Невозможно Потому что Весь Стол Заставлен Я вам Напомню Что Два Пироманта Погибли Собственно Уже Вот эти Мелкие Существа Свои Нельзя Будет Убить Вот так Контрит он Глыбу Ну Нужно Бить Мечом Почему бы Нет Или Хочет Оставить Меч Для Того Чтобы Впоследствии Подхилиться Чуть Больше После Алекстраза Нет Все Так Бьет 8 ХП Осталось А вот Теперь Приходит Алекстраза Ах На хила Больше Нет Слишком Слишком Он его Активно Тратил И вот Теперь Вопрос В том Хорошая Ли Это была Игра Тратить Все Хилы Ну 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 Не ожидал Не ожидал Я Что Сейчас Сыграет Вот Так У нас Этот Игрок С Кором Все Таки Это были Ошибки А вот Эти Хилл Боты Которые Были Потрачены В середине Игры Просто Для того Чтобы Сделать Темп Вот К чему Они Сейчас Привели Ну Видимо Может быть Не справился С волнением На таком Турнире Кто Знает В принципе Это Понятно Ну Разумеется Он Находит Ход Чтобы Убить Эли Сразу И Вскрыть Секрет Даже Вскрывает Он Секрет Подъединиться ХП Все Как Нужно Но Этого Уже Не хватит Есть Второй С-блок И Есть Очень Дешевые Заклинания Которые Сейчас Влетят В Паладина И Это Будет Конец Ну Продолжу Свою Мы Возможно Скором Сейчас У нас На трансляции Находится Только Лишь Потому Что Он Играет Со Своим Именитым Соперником Страйв Кро И Поэтому Вот Так Им Повезло Попасть Сразу В Обзор Но Сыграл Здесь Действительно Не Очень Хорошо Может Быть Не Хватает Какой То Практики Против Фризов Фризов Сейчас Не Так Много В Мете Текущей Хотя Это Странно Так Много Зоолоков Можно Фризами Играть В любом Случае Проигрывает Проигрывает У нас Бурлок Паладин И Сам Сам Решил Взять Фриза Показать Разобраться Ну Может Быть Он Хотел Взять Фриза Чтобы Сравнять Счет Ведь Для него Лучший Матчап Сейчас Будет Это Зоолок Страйв Кро Как мы знаем Зоолоки Одни из самых Слабых Ребят Что касается Игр против Фриза Заход У Фриза Очень Очень Некрасивый Есть Антонидос Есть Секрет В руке Что очень Очень плохо Через монетку Кстати Разыгрывает Два первых Дропа Интересная игра Причем Не имеет Он второго Дропа А уже Тратит Монетку Ну Видимо Сразу Нацеливается На Теп Зашел Второй Ветколер Ну Наверное Второй Ветколер Выпускать Абсолютно Бесполезно Нужно Добирать Такой Агрозоолок Такие Зоолоки Очень часто Встречаются У нас В Китае С Последнего Турнира Мейджора Китайского Мы Насмотрелись Подобного Рода Колод Ну что Гангвоз По мане Вполне Себе Отлично Единственная Проблема В том Что Акалит Доберет Карты И возможно Даже Три карты Ну Интеллект Сейчас Разыгрывать Не имеет Смысла Ведь можно Просто Пингануть Своего Акалита И будет Практически Как интеллект Решает Разыграть На ранней Стадии У нас Армор Да Это прекрасный Секрет Против Фриза Против Зоулока Так как Он Наращивает Массу По хп Плюс 8 Это довольно Таки Сильно Но Действительно Четвертый Мани У страйф Кро Уже Неплохой Стол Действительно Уже Мощный И Вопрос Сейчас В том Разыгрывать Ли Комбо Для того Чтобы Очистить Этот Стол Есть Неприятный Момент С крошером Из него Кто-то Вылупится Но Убить Думсера Будет Невозможно В принципе 6-7-8 Урона На столе Этого Уже Вполне Достаточно Чтобы Назвать Этот Стол Страшным Как Кто-то В свое Время Говорил Если Видишь Перед Собой Играя За Фриза Больше 6 Урона Значит Это Уже Опасно Нужно С этим Что-то Делать Да Действительно Выходит Думсер И Сейчас Наверное Будет Тап И Пропуск Хода Если Это Конечно Будет Не Сова Сова Не Приходит И Выпадает Но Не Самое Лучшее Существо Ведь Потеряет У нас Страйф Кро Думану Когда он Умрет А тут Еще И Турисан Да Выиграть Страйф Кро Здесь Будет Ну Практически Невозможно Есть Может Быть Какие-то Призрачные Шансы Но Настолько Дешевый Антонидас И Сейчас Под него Два Фростболта Уже Есть За одну Ману И Уже Айс Лэнс Есть То есть Это Будет Три Шара Дополнительных Да В любом Случа Нужно Разыгрывать Переполняющую Мощь Турисана Оставлять В живых Никак Нельзя Абсолютно Если Сейчас Турисан Выживет Это Будет Сразу ГГ Ну И Здесь Наверное Потянуть Вход Один Нужно Можно Разыграть Близзард И Пинг Можно Сразу Потратить Флейм Страйк В принципе Разницы Не особо Но Я бы Не тратил Фростболт Потому что Он Может Создать Лишние Огненные Шары Задумался У нас Фрис Ну да Для фрез Вполне Нормально Я думаю Это Себе Он Может Полностью Позволить Опять же Вспоминаем Пять Не шесть Ну Видимо Лепрогном Белчер Да Белчер Имеет Какой Никакой Предсмертный Хрип Что-то После него Останется Если Вдруг Ему Придется Погибнуть Но Тут Архимак Антонидас И Целых Три Шара В руку Никаких Шансов На победу Устрай В кроне Остается К сожалению Оставляет Фростболт Один В руке И Это означает Что Уже Даже На следующий Ход У нас Будет Летал 2-2 Как я Понимаю У нас Встретится Мурлок Паладин Против Зоулока И Что я могу Сказать По моему Опыту Зоулока Будет Меньше Шансов Выиграть Против Паладина Паладин Имеет Неплохие Зачистки И Зоулок Зачастую Очень сложно С этим Справляться Так как Он теряет Весь стол Ему Тяжело Навязать Нужную Агрессию Но Мы Увидим Здесь Немножечко Агрессивного Зоулока У Страйф Кро Возможно У него И получится Создать Слишком Большой Такой Снежный Ком Который Прокатится По Бурлок Паладину Посмотрим Но все же У него будет Отрицательный Матчап В следующей Игре Разбивается Нужно Ловить Какой-нибудь Хилтотом Нет Нет Не ловит Он его Ну По лицу Страйф Кро Видно Что он Уже Понимает Здесь Конец Действительно Два Фаербола Залетает Я уверен Что в колоде Страйф Кро Намного Лучше Смотрится Против Зоулоков Ну что Переходим К последней Партии Практически Угу Неплохой Закод Мне кажется Нужно Оставить Паладину Освещение И призыв Бой Хилбота Тяжеловато Для начала Игры Можно Поймать Что-то Получше А вот Страйф Кро Менее Повезло Две Переполняющие Мощи Смотрятся Слабовато Я думаю Даркбомбу Тоже Стоит Убрать Можно Конечно Припасти Ее для Мурлока Полководца Например Но это Слабовато Слабовато Смотрится Все нужно Менять Заходит Второе Освещение Еще Трусильвер Я бы сказал Очень и очень Хорошая Рука У Мурлок Паладина Не хватает Только маленького Мурлока С рывком Чтобы Если что Подконтролить У нас Жонглера Какого-нибудь Шального Но не Не очень Хорошая Рука У Зо Лока И это Еще один Тревожный Звоночек Для Страйф Кро Может он Проиграть Может Особенно При отрицательном Матчапе Не ловить Хороший Заход Это Совсем Плохо Ну что Даркпедлер Посмотрим Что у нас Он даст Нужно ловить Что-нибудь Статовое Наверное Какого-нибудь Импа Ну или Нам не показали А Действительно Был там Имп И вот он Зашел в добор Отвечает На второй Ману Всего лишь Силы героя Ну что Здесь Наверное Нужно Разыграть Импа И подумать Что будет Лучше Или тапнуться Или выставить Войду Волкера Такое Немного Непростое Решение В принципе Бояться Этих Паладинчиков Не стоит Никаких Бафов В такой Руке И в такой Колоде Быть не может Поэтому Можно выставить Войду Волкера И Пойти Даркпедлером В лицо Создать При этом Два урона Лишних Думаю Страйфкрот Так и поступит Не задумывается Но все таки Бьет Да Действительно В лицо Интересная Хорошая игра Ну что Концентрировать Цекраха Прямо сейчас И Стол Чистится Полностью Еще Даркпедлер Наверное Сначала Его нужно Разыграть Посмотреть Жалко Нам не показывает Что там Можно Вытащить Но Опять Нужны Нужны Какие Статы Можно В принципе Пирата Поискать Который Разобьет Трусильвер Ну да Берет Вторую Переуполняющую Мощь Один Из самых Лучших Дропов Из Того Самого Даркпедлера Но Стол Очень Очень Слабенький Вот о чем Я говорил Не получилось Создать Ранние Агрессии Страшные Которые Помогла Вот тут Страйф Кро Выиграть Все Пока Очень Очень Плохо Мурлок Паладина Даже Стол Лучше На данный Момент Ну что Смотрим Что выпадет Сликать Лена Наверное Для начала Такой Мини Теп Плюс Один Паладинчик Умрет Ну же Да Действительно Мортл Коил Смотрим На добор И Белчер Лучше бы Сейчас Белчер Сразу же Пришел Ну что Тратить Имплоужен Просто Чтобы Создать Хоть Какую-то Массу На столе Чтобы Создать Как можно Больше Карт Смотрится Это Не очень Здорово Ну Флейм имп Более-менее Флейм имп Воид Уокер Уокер И В принципе Более-менее Но есть Еще Одна Конца Краха И уже Не Более-менее Интересно Что он Подконтроливает Сейчас Маленьким Паладинчиком Для Для того Чтобы Сыграть Добор То есть Еще И Две Карты Получает Он Практически Бесплатно Если Было Бесплатно То Еще Один Добор Можно Было Сейчас Сыграть Ух Нужно Как-то Нужно Реабилитироваться Срочно Зо Зо Локу Два Солфаера Он Играет Очень Агрессивная Колода Уже Отмечалось У нас На Китайских Играх Буквально Полмесяца Назад Иногда Бывают Такие Игры Когда Именно Вот Этой Агрессивной Колодой Зо Лока Могут Прийти Вот эти Все Переполняющие Мощи Лерои Солфаера Все это В руке Будет Где-нибудь В начале Игры Или В середине То есть Тебе Вроде Как Нужно Создавать Темп На Стол Что Делает Обычно Зо Лок И В чем Его Мощь А Собственно Сделать Это Никак Нельзя Потому Что У тебя В руке Вот Такой Набор Да Конечно В В перспективе Это Много Урона Но Как показывает Практика Это Может Привести К Поражению Пока Что У Паладина Просто Все Великолепно Есть У него Еще И Кволити И Пироман В руке То есть Любой Стол Который Придумает Здесь Страйв Кро Будет Уничтожен Просто Думя Картами И 14 ХП Уже Осталось Зо Лока Похилиться Он Никак Не Сможет Уже Можно Потихонечку Бояться Что Сам Тебя Паладин Залетает Выпустит Какого Нибудь Мурлока На Разгон Ну Вот Наконец Таки Появляется Стол Маломайский У Зо Лока Думаю Сейчас Он Конечно Погибнет Быстро Даже Крайне Быстро Пироман Эквалити Четыре Маны Останется Три И Можно Разыграть Еще Мурлока Полководца Ну что Неужели Он захочет Сыграть Мурлока Чтобы Он Разбил Таун А потом Трусилером Добить Гангбосса Ну все Останется Пять Маленьких Существ А это Как-никак Пять урона И плюс Заполненный Стол Для Зо Лока Это Всегда То Что Нужно По мне Нужно Прямо Сейчас Отдавать Пироманта Но В любом Случае У нас Мурлок Паладин Не знает Что в руке Устраив Кров Поэтому Ему тяжелее Здесь Ориентироваться Но Выбирает Он Вполне Себе Классный Ход Еще Бесплатный Добор Кстати Говоря Маленький Мурлок Интересно Почему Он не захотел Сыграть Мурлока Полководца Нет Все понятно Почему Потому что Тут И летал Может быть Рано Или поздно 8 ХП Остается У Зо Лока И тут Можно Уже Придумывать Какие то Способы Чтобы Залеталить Ну Совсем Не заходит Страйф Кром Мне даже Жалко Его Задумался Он Очень Крепко Тапаться Уже Нельзя Уже Нельзя Тапаться С такой Ужасной Рукой Нельзя Тапаться Но Это Просто Отвратительно Сейчас Придется Разменяться С этим Маленьким Мурлоком Я уверен Что Страйф Кром Не даст Нему Выжить Ох В таком Отрицательном Мэтчапе Еще и Не поймать Нужные Для себя Карты Но Это Совсем Противно Так что Скорее всего Здесь Страйф Кром Просто Проигрывает Ну Обидно Но Что Поделать Такая Жизнь Это Же Харстоун Здесь Может Случиться Абсолютно Все Что Угодно Ну Что Пока Не 9 Маны Поэтому Долетало Еще Дело Не дошло Но Этот Маленький Мурлок Уже Ударит на 4 Ну Скорее всего Он пойдет В размен Он еще Не будет Бить лицо Не думаю Что так Будет Жадно Играть У нас Мурлок Паладин Все таки Он понимает Насколько Там Агрессивная Колода И Сколько Там Урона Может быть Из руки Мы понимаем Что там Может быть 16 урона Прямо Сходу А если Солфайры Выпадет Как надо То это 18 Вместе С броняческим Сержантом 18 Плюс 2 урона От совы Это 20 То нужно играть Имплоужен И надеяться Что это будет Не на 2 И Затем Сыграть Гангбосса И сову Придется Продать Продать В рабство А нет Все таки В лицо Не боится У нас И В принципе Правильно Делает Потому что Не хватает Одного урона Есть Трусильвер Но One of little То есть Паладинчиком Подконтролить И еще Хилбот Выпустить Это уже будет 30 хп И в Страйв кро По моему Уже уходили 2 Воидуокера Или один Или это было В прошлой партии Я немножко Запутался Так что Таунта Уже Нету 2 3 4 5 6 Урона Не хватает Не хватает Сейчас И это GG 3 2 К сожалению Ну к сожалению Для болельщиков Страйв кро Я думаю Таких Больше Проигрывает У нас Этот парень Из Клауд 9 Не могу Сказать Что Скаром Играл Лучше Я бы Сказал Даже Что он Играл Слабее Так как Выпадает Как Нажно Салфайр Так как Он Ушибался В игре На Мурлок Паладине Своем Да Страйв кро Показывает Еще Комбо Под Конец Но Да Действительно Проигрывает И Наверное Мы Переходим Следующим Матчем Всем Пока Кто Будет Смотреть Это В записи Матчем